иногда надо порезать поролон ножницами как-то вот режется но толстый поролон режется ножницами плоховато какой может быть выход рассказываю берете обычную пилу берете плоскогубцы и начинаете по одному зубу отламывать и отламываете все их до самого конца видите вот я плоскогубцами отломил зуб следующий зуб надо отламить и отламываете и отламываете их по одному вот их уже два зуба отломил Видите, вот, отламываете третий зуб и не спеша по одному зубу отламываете. Вот когда вы все зубья отломаете плоскогубцами. Но можно взять зубило. И зубилом, конечно, не на поролоне, а на чем-то железном. При помощи молотка все зубья срубить, отрубить, отломать, отрезать. Потом взять, надо напильник и эту пилу с двух сторон напильником заточить. Это долго, это бесконечно долго. Надо пилить, пилить, пока не станет острым. Вот надо сделать вот эту пилу без зубьев, такой острый, чтобы она могла резать поролон. Вот смотрите, я взял такую пилу с мелкими зубьями. Видите, вот у меня мелкие зубья на этой пиле. А я взял другую и пообламывал все зубья, наточил. Вот. У этой пилы даже нет рукоятки. Ну, в принципе, ну это же не пилить, это же резать. И вот она такая острая, что она режет поролон. Вот посмотрите, она острая. В пиле очень важно, чтобы она была очень острой. Если она не будет острая, она будет продолжать оставаться пилой. А пилу надо сделать ножом, чтобы она была очень острой. Конечно, очень острой. Ну, вот если вот у вас есть возможность, вы можете в розетку включить моторчик с точильным камнем. И без напильника просто взять эту пилу и заточить на этом электрическом точиле. А оно, конечно, заточивается тогда быстрее. Ну, тоже это аккуратно. И это очень шумно, потому что шумит. Ну, надо заточить очень-очень остро. Вот. Эта пила была не нужна, потому что здесь сломалась рукоятка. Другой рукоятки не было. Вот я сейчас это все уберу. И пила вот эта была не нужна. Но, сейчас мы подложим бумаги, газеты. Но у этой пилы без ручки вдруг появилась вторая судьба. Смотрите. Хоп! Хотите посмотреть? Давайте еще раз тоненько-тоненько отрежем. Ровненько-ровненько. Вам хорошо видно? Я просто этой пилой делаю то же самое движение, когда пилю. Но в данном случае я не пилю, я режу. Давить сильно не надо. Вот смотрите, я могу подровнять. Могу отрезать лишнее. Как вы думаете, операции, Те действия, которые делаю я ножницами, можно сделать? Можно. Вот такой вот тонкий поролон ножницами резать даже может быть удобней. Хотя на такую большую длину, которую разрезать я при помощи этой пилы, Ножницами у вас не очень получится. А пилой очень ровно и очень хорошо получается. Короткие поролонки резать ножницами удобно. Вот смотрите, есть вот такая шкатулочка. Туда бы в эту шкатулочку нам бы хотелось положить колечко. Давайте сделаем так. Давайте отмеряем размер и отрежем. Отрежем кусок поролона. Вот мы отпилили ножницами. Никогда в жизни вы так не сделаете. Не сделаете. А пилой можно сделать. Вот теперь мы отпиливаем. Третий неровный край. Я подложу газету, потому что нельзя положить железку. А теперь вот отмеряем этот край и отпилим еще раз. Вот внизу должно быть что-то мягкое, чтобы пила не тупилась. Она когда заканчивает распиливать поролон, она начинает пилить мягкую газету. Лучше бы положить пенопласт. Но пенопласта под рукой не оказалось. Вот видите, поролон сделали ровно как раз в коробочку. Теперь смотрите, мы тут даже хотим колечко сделать. Поэтому мы берем ножик и ножиком прорезаем, просто протыкаем ножом. И у нас получается такое длинное резаное отверстие. Вот смотрите, поролон назад в эту коробочку, шкатулку. И теперь колечко вставляем в это отверстие. И все. Видите? Все. Поролон можно покрасить. В красный цвет, в черный цвет, в зеленый, в синий. Видите? Вот. В прорезь помещается вот кольцо. Можно нарезать этих прорезей очень много. И сделать там места для сережек, для других колец. Вот давайте посмотрим, что там у нас есть из бижутерии. Вот другое кольцо. Вот еще одно кольцо. Сейчас давайте туда приспособим. Но это один из способов использования поролона. Один из. А их очень много. Потому что поролон иногда надо вот отрезать по-всякому. Вот бывает такой толстый поролон. Это ужасно толстый поролон. И, конечно, его резать, его резать моей пилой, моим приспособлением одно удовольствие. Потому что это просто пилить, как дрова. Пилить, как дрова. Где, как не тут. Пила нужна. И вот, смотрите, мы отрезали. Теперь мы берем, вот, посмотрите, мы отрезали ровненько. Отрезали очень тоненький слой. Ножницами невозможно сделать. Вот, смотрите, я в рулончик даже скатал, чтобы вы видели, что он очень-очень тоненький. Вот можете посмотреть срез. Может быть, есть какой-то способ сделать лучше. Но мой очень быстрый. Вот, смотрите, две круглых таких трубы. Я ложу пилу. Я сейчас сделаю тоньше. Плоский поролон сделаю тоньше. Я ложу пилу и начинаю пилить. Смотрите, моя пила по этим трубам, она елозии испиливает вверх плоского поролона. Этим способом я пользуюсь, когда мне надо сделать тонким поролоном, вот, именно плоским. Другим способом не получается, вот, когда вот слегка придавливаешь поролон, лучше всего положить книжку или энциклопедию. А пилой, вот, перемещать, вот, что она вот каталась на этих трубах. Трубы должны быть обязательно круглыми. Хотя, вот, есть, видите, не совпало немножко горизонтальный пропил и вертикальный, но все равно это довольно-таки очень даже и ровно. Вот таким способом тоже можно попробовать. Ну, ну, просто я захотел вам показать, что, потому что, когда я, ну, вот, я когда-то пилил, мне надо было когда-то так пилить, и я попробовал так, так, и по-другому. И вот разные способы я использовал. Вот, это поролон при помощи моей острой вот пилы. Вот поролон, вот он так пилится. Можно взять пилой и нарезать, ну, вдруг, вот, для чего-то надо нарезать таких вот ленточек поролоновых. Можно ножницами. А можно быстро пилой. Единственное, что надо не газету, а кусок пенопласта, я думаю. И аккуратно не порежьтесь. Вот. Ну, делайте это все аккуратно. Поролон вот острый такой пилой очень даже легко. Это такое вот мое собственное изобретение. Это я нигде не увидел. Это я сам придумал. Это мое собственное... Может быть, кто-то тоже так делает, но я додумался до этого сам. Вот. Но можно, конечно, взять обычную пилу и попробовать попилить поролон. И посмотреть. А может быть, не надо зубья обламывать. Вот смотрите. Я попилил, попилил. Смотрите, какое состояние. Но отвратительное. Пилить нельзя. Сейчас, ну, давайте потолчиваем ее. Давайте попилим пилой. Вот отпилили, отпиливать-то отпиливать. Но смотрите, какие края. Ужас. Но пилит. Конечно, пилит. Но не так ровно, как острая пила. А острая пила прекрасная вещь. Давайте теперь посмотрим сбоку, как пилит пила. Вот смотрите, видно. Если не торопиться, можно сделать очень даже аккуратно. Тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Продолжение следует...